Привет, ребятки! Это рубрика Уллайф. Я решил в неё ворваться после долгого перерыва. А знаете, почему у меня был перерыв? Потому что у меня дома идёт незаканчивающийся ремонт. У меня наболело. Я хочу выйти на улицы нашего города и спросить у горожан, а что делать вообще с этим ремонтом? Делают ли они ремонт? Короче, сейчас сами всё увидите. Поехали. А хорошо, музыка играет. Давно я не гулял по осеннему Улан-Удэ. Но это, по-моему, не Вивальди. Это не Вивальди. Погоди, я не слышу. Это не Вивальди. О чём ты говоришь? Это... Ого! Вот это да! Это что за красота! Ну, как вам осенний Улан-Удэ? Всё, нормально. Как вас зовут? Андрей зовут. А вас? Наталья. Андрей, Наталья, ну, во-первых, поздравляем вас с днём свадьбы. Вы очень красивая пара. Я вас увидел и сразу же решил к вам подойти. Смотрите, у нас сегодня тема эфира. Мы обсуждаем ремонт. Говорят, что любая пара, которая переживёт ремонт, будет жить вечно. Это проверка на любовь. У вас уже был ремонт или ещё предстоит вам? Ещё предстоит. Предстоит. Вы уже готовы, морально настроены? Да, да, готовы. Это наш российский композитор. Зовут его? А, это... Давай, угадаешь? Рахманин? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня... Дед грустно приходит туда, где провожали мы закат. Георгий Свиридов, венский вальс. А вы откуда? Мы с АТВ с телеканалом. Подождите. А откуда вы с периферии? С Назёрской. Какая-то периферия ехать-то? Очень часто появляюсь в эфирах АТВ, можно мне не спрашивать. Вы уже сами себе надоели по телевизору? Да. Здорово, парни! Очень круто выглядите. Откуда вы идёте? Мы идём с кафешки, и нам нужно торопиться, а то нас препод очень сильно накажет. Какая пара? Психология. У вас очень красивая улыбка. Я увидел вас и умер. Даже забыл про тему эфира. А, что самое главное в ремонте? С чем нельзя ошибиться? С бабками, главное бабки. Это без бонзара. Как вас зовут? Рубик. Рубик, скажите, пожалуйста, дорого нынче ремонт делать? Посмотреть, чего делать. Почти 800, это не считая ванной и туалетом. 800 тысяч? Сейчас видите, такие цены. У меня знакомый сделал себе ванну за 400 тысяч. Это дизайн сейчас такие цены, или это дорого? Дорого вообще. Смотря какой материал в салон использовать и смотря кого нанимать. Если знакомые, то можно, в принципе, по скидке это все сделать. Точно. Слушай, ты, я смотрю, так в ремонте разбираешься. Ты мне не поможешь с ремонтом? Салширность можно в весь дом делать. По области. Да? Да. Рубик, а давайте мы обменяемся номерами после выпуска. У меня очень важный взрослый разговор. Как тебя зовут? Марк. Марк, давай ты будешь качаться на качеле. Садись, я тебя буду качать и общаться с тобой. Марк, давай, мы сегодня обсуждаем ремонт. Знаешь, что такое ремонт? Да. Что это? Это когда что-то чин. Дизайнеры все разрабатывали, бригада делала. Просто приходила контролировать. Я пошляла. Я пошляла. Много запошляла? Запошляла. Большую квартиру делала? 80 квадратов, но получилось где-то 900 тысяч. У нас в деревне, мы же там не в самом городе, в деревне. Мы своими дучками. Там ремонт постоянно в своем доме-то, да? Да, да, конечно. А лучше самому ремонт делать или нанимать профессиональных рабочих? Нанимать. Нанимать, все правильно. А где деньги для этого брать? На работе. Скажите, пожалуйста, а вы вообще чем занимаетесь? Я учусь сейчас. Где? На кого? Я на историка учусь, вот, на ГУ. На историка? Ага. Круто. Так, мы сейчас идем к театру Ульгер. Его сейчас ремонтируют, насколько я знаю. Как относитесь к тому, что ремонтируют здания старинные? Это вообще хорошо или это бессмысленное обливание бюджетных денег, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что хорошо, потому что... Поэтому, раз это центр города, тем более, мне кажется, нужно обращать внимание. Скажите, пожалуйста, исторические здания в нашем городе надо ремонтировать? Ну... Скажите нам, как историк. Ну, как-то нет, потому что у нас как-то более исторические здания лучше пусть остается. А деставрировать такое более надо. Правильно, конечно, мы туда детей водим. В театр Ульгер? Да. Нравится? Да. Передайте привет театру Ульгер и его дружному коллективу. Театр Ульгер, привет. Да, это очень крутой коллектив, на самом деле, да. У меня каждую субботу ребенок скупает. Ну, давайте подскажите мне, как опытный ремонтник, что мне надо делать, чтобы сохранить нервы и мою семью молодую? Ну, что, это все постепенно закупить, надо все обговорить, все обдумать, а потом уже начинать, когда если все у тебя будет наготове, все будет уже закуплено, потихонечку, помаленечку, оно еще сделается. Москва не сразу строилась. Согласен. Спасибо большое. Сегодня мы говорили про ремонт. И не знаю даже, к какому выводу пришли. У всех разные истории. Но мне кажется, ремонт все хорошо, в любом случае. У меня даже как настроение поднялось. Всем спасибо. Комментарии, в том числе и хейтерские, оставляйте вот здесь, под этим видео. А я побежал дальше делать свой ремонт. Снято! Марк, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я еще пока не разрешил. Правильно. Здесь надо хорошо подумать. А то будешь вот так вот в 30 лет с микрофоном бегать, до детей докапываться.